Иван Якимушкин и Анастасия Кулешова Анастасия Кулешова Моя тактика была держаться в головке, чтобы не проваливаться, чтобы не тратить сил на того, что выходить вперед. Я максимально старался прийти к финишному коридору близко в голове и там уже максимально попытаться взорваться именно на финиш. То есть все получилось относительно того, что я рассчитывал. Победители королевской дистанции получили сертификаты на 400 тысяч от банка открытия. Всего же призовой фонд составил 1 миллион 800 тысяч рублей. Напомним, что 8 апреля лыжники бежали 50 километров классическим стилем. Там победители получили по 150 тысяч рублей. В ЮГРУ пришла настоящая весна. Подтверждение тому погода. Солнце задает настроение. Снег на дорогах тает. С повышением температуры воздуха уменьшается и толщина льда на переправах. На зимниках движения затрудняют колеи. Сегодня прекратят работу зимники в Белаярском, Березовском и Нижневартовском районах. Спасатели соорудят здесь загородительные валы, установят бетонные блоки и шлагбаумы. На прошлой неделе в Хантамансийском районе закрыли все зимние дороги общего пользования. Это 382 километра. В Октябрьском районе зимник 69-й карьер Пальянова. Срок его эксплуатации истек. ЮГРУ Егорские следователи выясняют причины трагедии в Сургутском районе. Здесь под лед провалились снегоходы. Двое мужчин пропали без вести. По версии специалистов, в субботу вечером компания из девяти человек на трех снегоходах выехала на лед протоки Сургутской реки Обь. Путники пренебрегли правилами безопасности. Спасатели неоднократно сообщали, выход на лед опасен. Из девятерых только семь человек смогли выбраться. К слову, среди них были двое несовершеннолетних. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В Сургуте в ДТП погибла женщина-водителя. Это произошло в субботу рано утром. По предварительным данным, все произошло из-за мужчины, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Его Киа столкнулась с «Хендай Солярис», которым и управляла женщина. От удара «Солярис» отбросила на еще один автомобиль. Водитель «Хендай» скончалась на месте происшествия. Всего же за выходные на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали два человека. Один погиб. Также полицейские задержали 24 водителя в состоянии опьянения. 19 отказались от освидетельствования. 11 сели за руль пьяными не первый раз. За встречку к ответственности привлекли 71 водителя. Правилами перевозки идей перенебрегли 91. Мрачи Нягоньской окружной больницы спасли пациентку от ампутации. Жительница поселка Мортко Валентина Коркина обратилась в консультативно-диагностический центр. Женщина жаловалась на боль в ногах. Оказалось, что это некроз тканей. Пациентку госпитализировали, а после дообследования срочно направили на операцию. Объем и вид хирургического вмешательства медики спланировали. Однако им пришлось вносить коррективы. Из-за проблем с давлением врачи повторно провели лечение и выполнили гибридную операцию. Сейчас Югорчанка чувствует себя лучше. К слову, только за прошлый год в Нягоньской окружной больнице хирурги провели больше 40 таких операций.